Иконописец из Ульяновска Встреча с талантливым земляком получилась очень теплой. В мостовой живут одноклассники, иконописцы и учителя, которые гордятся своим учеником. Саша, низкий поклон тебе за твою духовную жизнь, дарованную нам, православным христианам. Это тебе Бог даровал, а ты нам его несешь. Большое тебе спасибо от всех нас. Саша, ты вспомнил меня. Я тоже вспомнил. А когда ты стал выступать, я тоже твой голос вспомнила. Очень приятно было. Всем нам увидеть тебя саша. Иконы ульяновского художника уже сейчас считаются одними из сильнейших в России. Для выставки «Моя вера» они были привезены из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Вологды и других городов. Центральное место в экспозиции занимают иконы Матроны Московской с частицей Мощей и Донской Богоматери. Список последний сделан художником с иконой, хранящейся в Государственной Третьяковской галерее, и освящен в Донском монастыре 15-ю митрополитами и патриархом Кириллом. В экспозицию вошла и икона симбирского святого Андрея Блаженного. Поскольку в этом году еще 125 лет со дня рождения Аркадия Александра Ильича Пластова, мы как бы лишний раз обращаем внимание на то, что действительно очень много талантливых людей действительно есть на нашей земле. И Александр как бы очень скромно о себе рассказывает, но надо понимать и то, что далеко не всякий художник может стать иконописцем. Среди работ Александра Карпова есть икона, которая уже совершает чудеса. Антон и Виктория Макарские не дадут соврать. Артисты молились перед ней, и у них вот уже второй ребенок. На тот момент, когда они приехали, Макарские, то есть оригинала не было, она была в Казани в то время. То есть на тот момент получилось так, что на месте оригинала стоял вот этот список, то есть копии, которые я делал. И то есть на протяжении двух или трех недель, то есть Макарские приезжали, вот именно, молились, вот именно, то есть вот эта икона получилась, так? То есть так, как оригинала не было. Ну и вот, как бы, это, наверное, тоже опять же все знают, совершилось чудо, она забеременела уже вторым, вроде как бы, Виктория. Из мостовой иконы отправились в село Преслониха Корсунского района, на родину Аркадия Пластова. Сейчас иконы находятся в единственном в России храме-музее, расположенном в селе. Вход для всех совершенно свободный. До окончания выставки осталось две недели. Павел Половов, новости Ульяновской правды.